Полный релакс Хотелось бы, конечно, мне вести свой рассказ под шелест волн этих прекрасных Но, может быть, что нам ветер опять не даст вести беседу, как бы это хотелось бы Здравствуйте, здравствуйте всем снова, друзья мои Усаживайтесь поудобнее, расслабляйтесь Давайте, может быть, берите чашечку чая или кофе И начнем с вами мое очередное новое видео Которое, я надеюсь, вам понравится Потому что, вы знаете, очень необычное оно у меня сегодня Собранное из разных-разных кусочков И вам хочу показать и рассказать сегодня опять О том, как мой муж здесь на Айлоу Вайт покупал квартиру И как он едва не попался с вот этими вот странными, хитрыми риэлторами Которые готовы продать все, что угодно И вы знаете, это чисто случайно мне вспомнилась вот эта вот история Я хочу вам ее рассказать Ну, во-первых, вы знаете, у меня тут как-то спросили Я когда свое видео Наша первая встреча в Париже называется Сейчас вам выплывет наверху в правом углу Можете посмотреть тот, кто не видел Так вот, это видео, оно очень понравилось многим И мне многие даже в личку пишут А, пожалуйста, скажите нам, а где продолжение вот этого видео? Как вы дальше-то встретились со своим будущим мужем? И что произошло? Я что-то подумала и стала смотреть, искать Вы знаете, я не нашла Именно продолжение своего видео Где я рассказываю о том, как я приехала на остров Вайт И как я впервые увидела вот это вот бангало, в котором мы жили Сейчас вам тоже его покажу Вот она, наша бангало В которое меня привез мой муж Вот я делала эту съемочку, наверное, года два назад Я могу вам показать, конечно, только сейчас Снаружи это все Тут практически ничего не изменилось Только вот они тут немножко подчистили кусты У нас было здесь возле забора много кустов разных Вот так вот Это гараж там впереди, видите И справа дом Вот этот куст сирени шикарный, махровый Я когда-то сажала Это входная дверь Вот здесь окна в большую гостиную С этой стороны Справа, видите, это дерево черри Оно так шикарно цвело Вы знаете, и почему-то я поехала посмотреть Тут как-то оно завяло у них То ли они его полили чем-то специально Не знаю Но дерево цвело всегда очень красиво И дальше вот эта вся лужайка Принадлежала нам И стричь этот газон Нужно было постоянно Тоже большая работа, скажем так Муж мой сначала заказывал там Ему стрик какой-то мужчина А потом стали мы стричь с ним вдвоем сами Вот видите, наверху там солнечные батареи У него были установлены на крыше Здесь паилка для птиц И вот это такая задняя калиточка Вход в маленький-маленький садик Я даже не могу сказать, что это садик был Потому что там настолько маленькое место Ну вот, наверное, 25 квадратных метров Вот такие вот у них там садики Поэтому, конечно же, все это они вычищают, вылизывают Это еще фотографии я нашла Это улица наша Вот так вот выглядит Вот видите, этот же самый дом, куст Это было в марте месяце, когда выпал снег У меня случайно сохранились эти фотографии Я бегала вокруг, фотографировала Мне было интересно Первый снег А вот это уже внутри я вам показываю Вот такая прихожая Это центральная главная дверь Дальше входим в небольшую такую комнату Она как бы была у нас как диннин рум Вот показываю, видите, это у нас вот гости были частенько Это же со самой вот этой диннин рум Это мой муж слева, а справа как раз Дафна сидит Я вам о ней много раз тоже рассказывала Вот такая кухня Большая Единственная большая эта кухня была Вот это с другой стороны кухня Сейчас вам также покажу Еще у меня есть фотографии на этой кухне Когда мы немножко праздновали Мое день рождения Вот видите, вот этот вот красивящий букет цветов И шампанское с ананасом И я решила Вот такой вот букет в корзине Очень красивый Мне прислал Джон Уэл Это друг моего мужа Тоже пожилой джентльмен Очень-очень хороший, отзывчивый И он всегда не забывал меня поздравлять с днем рождения У меня день рождения в январе, как вы знаете Это фотографии 2013 года Уже прошло больше 7 лет Вот как быстро летит время Так, вот это вот показываю вам Ютилити рум Из кухни выходила Ну и самое главное Это вот гостиная Вот такая И видите, если там сидит Вторая жена Моего мужа Лу Это вот она уже Это так вот она выглядела Ну примерно в свои зрелые годы Поженились они уже поздно Кто хочет посмотреть Дам вам ссылочку вверху Поподробнее об этом Это вот она уже практически перед смертью Ну и Лу была такая босси Вы знаете, что она командовала Как я тоже рассказывала Командовала моим мужем Наверное потому, что и дом этот был куплен на ее деньги И жили они на ее огромную пенсию Она получала больше 2000 фунтов в месяц пенсию После того, как проработала больше 40 лет Главным менеджером А потом уже даже директором Одного из филиалов магазина Марка Спенсер А муж мой все оставил Своей первой жене и двум детям И бизнес свой оставил И все И вот они как раз Слу переехали на Остров Айло Уайт Уже после того, как Поженились и вышли на пенсию Они прожили вместе в браке Больше 20 лет Вот это мой муж Когда ему было за 60 Здесь Он выглядит вполне симпатичным Он такой высоченный Чисто английский джентльмен У него метр девяносто рост И такой, знаете, поджарый, подтянутый Ну, вполне себе даже и приятный мужчина был Но когда я его встретила К сожалению, он выглядел уже совсем по-другому Вот видите Вот это вот как раз В 75 лет, когда мы с ним встретились Он вот так вот и выглядел Это мы с ним в Асборнхаус Это когда я приехала к ним в июне месяце И он делал мне предложение А это вот наша первая встреча в Париже как раз Видите, Мулен Руш сзади Рассказывала вам, как мы посетили с ним этот Мулен Руш Вот так вот он выглядел Ну, не знаю, конечно же, понятно Почему я сразу не увлеклась этим мужчиной Потому что я поражена была тому, что он выглядит так Ну, скажем, конечно, не очень И вот здесь вот еще покажу вам Нашла свою фотографию Это тоже именно то время в Париже Когда мы с ним были вместе И только что встретились Вот я такая красотка Кабаре Это был конец ноября И было довольно холодно И вот это я там на трамвайчике Фотографировали мы друг друга Поэтому даже у нас в Париже Это как-то совместных фотографий-то и нету Да и вообще фотографии я нашла совсем мало Те, которые здесь у меня с собой в Англии И лаптоп мой старый, которым я пользовалась И на котором у меня очень много Там вся Англия и вообще и Франция вся Ну вот, к сожалению, этот лаптоп у меня сломался Я его имела неосторожность взять с собой в Таиланд И там багаж еще к тому же сдала Ну и там сломался этот лаптоп Что-то кинули мой чемодан И ничего не сохранилось, к сожалению Такая жалость Мне бы и самой бы, конечно, хотелось посмотреть фотографии У меня в Париже было много там И возле Триумфальной арки И в Лувре фотографировались мы Ну вот, то, что имею здесь, то вам и показываю Я вас, друзья, предупреждала Садитесь поудобнее Потому что еще буду много чего рассказывать и показывать И в принципе я еще даже не дошла Я еще не дошла до той темы Которую вам с самого начала хотела рассказать А именно, как переехал мой муж на этот остров И как они там искали себе дом Но сначала я все-таки, с вашего позволения Да расскажу вам про Бангало И покажу вам те фотографии, которые у меня еще остались Дальше Бангало, ситин рум Самая большая комната С которой я, в общем-то, и начала Вот здесь вот это Дафна со своим сыном Тимом Показываю вам специально Это как раз в той же самой В гостиной они сфотографированы Расскажу вам потом поподробнее, если захотите Тоже про них Вот эта комната со всех сторон И почему я начала вам рассказывать про Лу И показала ее, как она в этой комнате сидит Вот видите, да Потому что она сидит как раз в том кресле В котором потом, после ее смерти Стал восседать мой муж Вот он Это самое удобное место там возле стола Там всегда восседала Лу Хозяйка этого дома Ну а потом Рентон туда пересел точно так же Как он стал уже хозяином Ему казалось, что это место Именно хозяина дома Если вы внимательно посмотрите То, в принципе, ничего не изменилось В этой гостиной Только вот мебель мягкую Они поменяли Вот опять я вам показываю Это мы с гостями Я все фотографирую Меня нет нигде Дафна со своим сыном Тимом И вот сзади них Вот видите Вот такая вот Ниша Или как сказать То есть вот окошко такое Сзади Просвет Обрамленный кирпичами Так потом Я туда поставила Свой чудесный аквариум Вот у меня же были рыбки Вы знаете Вот этот вот аквариум Очень красивый Он там прекрасно смотрелся Именно вот в этой нише И закрывал Как бы пространство Между комнатами В бангало Также было Три спальни Вот это вот Была комната Лу Спальня Лу И это опять же Старая фотография Это все то, что было у нее Как выглядела Эта комната Ну и потом В этой спальне Жила уже я А вот эта вот комната Рентона Она все время была его Видите Вот такая вот Она была более Самая большая Из трех комнат Там двухспальная кровать Огромная у него стояла Ну и такой вот Мужской интерьер А это вот Самый маленький Такой садик Даже не садик А патио Ну тут Два кресла и все Столик можно было поставить Никаких ни деревьев Ничего Вот это вот Сарайка там Для инвентаря Это я опять Снимала Этот же самый садик Тут уже Мы посадили кусты Здесь немножко По другому Та же самая стенка Где Мы смотрели Сейчас стояли Два кресла Вот она выглядит Вот так Я пыталась Что-то там Такое сделать И вот это вот Вторая Свидца На вторую сторону Этого же самого патио Две маленькие клумбочки И все То есть вы понимаете Какая малюсенькая Вот я здесь рисовала Очень красивые нарциссы У нас росли Это же то же самое Вот во дворе Вот на этом патио Даже не знаю Я сказала 25 квадратных метров А вот это Это же то же самое Это патио Только уже со стороны дома Вот это дверь Выход из кухни И вы видите Здесь пантус Это потому Что Уже в конце жизни Лу передвигалась Только на кресле-коляске Ей вот этот пантус Был специально Поставлен И даже Расскажу вам потом Что Это бангало Они купили В 2008 году После того Как вот Лу не смогла Ходить У нее были проблемы И они Специально Купили Вот это Одноэтажное Бангало Для того Чтобы Лу могла На коляске Своей Передвигаться По дому А не подниматься На второй этаж До этого Они жили В огромном доме Двухэтажном С огромным садом Смотрю На вот эти Опять Отвесные Обрывы Там Немного Закреплено Но Закреплено Какой-то Сеткой Непонятной Это конечно Наверное Просто Чтоб Чуть-чуть Не обсыпалось Людям На голову Мелкая Вот такая Галька Это Глина Но вообще Он не закреплен Ничем И как говорится Не надо Каркать Потому что Посмотрите Я только что Рассказала Что там Ничем не закреплено И страшно И может На голову Обвалиться И вот вам Пожалуйста Вы видите Обсыпалась Земля Вот такие Вот постоянные Оползни Происходят Здесь Вот посмотрите Упало туда Хорошо Что никого Там Не Не Как говорится Убило Вот этим Вот Грунтом Обсыпавшимся Вот такая Пыль Тут поднялась Представляете И вот Именно Вот этот Вот Случай Когда я Увидела Что обсыпается А у нас Действительно Вся Вот эта Сторона Вот эта Вот Она Подвержена Оползням Очень Страшно И То Что я И начала С чего Я начала Вам Свой Рассказ Я хотела Вам Рассказать Как Риэлторы Чуть Было Не Обманули Моего Мужа И Какими Бдительными Надо Быть Когда Покупаешь Недвижимость Вот Этот Прекрасный Остров Айлоу Уайт Когда Мой Муж Приехал Сюда Он Конечно Влюбился В Эти Красоты В Эту Тишину Океан И Такие Побережья Красивые Они Решили С женой Со своей Лу На пенсию Перебраться На этот Чудесный Остров И Стали Присматривать Себе Какое-то Там Жилье Конечно Обратились В риэлторскую Компанию Риэлторская Компания Тогда Я даже Не буду Сейчас Вам Но Это Было Очень Очень Давно И Они Вроде Как Присмотрели Там Себе Домик В райде Тоже Показывала Вам Его Скину Сбоку Сверху Видео Так Вот И Этот Домик Стоил Там Что-то Такое 15 Тысяч Фунтов Это Представляете Какие Были Цены Да Ну И Риэлтор Тут же Им Сказал Что Ой Вы Знаете У Фунтов Стерлингов Дом Дом Огромный Двухэтажный Стоит На таком Красивом Месте На Западном Побережье На Высоком Таком Склоне И Этот Дом За Десять Тысяч Фунтов Вы Просто Будете Там Жить Наслаждаться Видами И все Такое Прочее Но Риэлтор Ему Не Рассказал Какие Там Бывают Проблемы И Какие Там Бывают Страшные Оползни Постоянно Вот Посмотрите Что у Нас Происходит На Западном Склоне Острова Айла Уайт Сейчас Покажу Вам Еще Как Земля Ни с того Ни с сего Просто Обрывается Вот На Таких Вот Склонах Ну Сами Понимаете Подтачивает Подтачивает Волна И Посмотрите Что Происходит Вот Вам Пожалуйста Но Это Хорошо Что Там Никто Не Живет Как Вы Видите И Слава Богу Но Эти Оползни Были И В том Месте В котором Стоял Вот Дом И Который Предлагали Моему Мужу Купить Совсем Задешево И Вы Знаете Он В общем-то Даже Посмотрел Этот Дом Как Он Мне Рассказывал Что Он Воодушевился Почему Б И Нет 10 Тысяч Долларов А Представляете 10 Тысяч Фунтов Представляете Какие Были Цены Друзья Это Вообще Даже Смешно Сейчас Подумать Огромный Двухэтажный Дом И Он Стоял Довольно Далеко По-моему Где-то Как Мне Говорил Рентон В 20 По-моему Даже Метрах А может Быть Даже Больше Вот От Этого Самого Обрыва Страшного Но Никто Бо Не мог Подумать Что Эти 20 Метров Так Быстро Съедаются Морем И Эти Оползни Происходят У нас Постоянно На Острове Говорят Что Каждый Год Океан Забирает До Метра Вот Вот Таким Вот Образом Откусывает От Острова Постоянно 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 Подтачивает Вот Это Западное Побережье И Сейчас Там Конечно Никакие Дома Не Строятся Ничего Подобного Не Происходит А Вот Люди Которые Приезжают С материка Они Этого Ничего Не Знают И вот Представляете Вот Ищут Риэлторы Вот Таких Вот Как Говорится Глупых Которые Не В курсе И Вот Эти Вот Втюхивают Им Дома И Брентон Говорит Потом Он Стал Спрашивать И Интересоваться Там У соседей У Тех Кто Жил Там Неподалеку А Что А Почему Так Дешево И Ему Рассказали Сколько Домов Уже Пострадало И Как Люди Даже Не Подозревают Вот Покупают Такие Дома И Спустя Каких-то Пять Или Десять Лет Происходят Оползни Рушится Дом Вот Показываю Вам Один Из Таких Домов Который Обрушился Таким же Точно Образом Стоял Он Он стоял Кстати Не у Самого Обрыва Как Можно Было Подумать Он Стоял Ну Где-то Просто На Обрыве Понимаете Ну И Там Получилось Что Пошла Трещина Такая Огромная И Вот Видите Что Случилось С этим Домом Это У нас Даже Показывали Все Это Сейчас Уже Конечно Люди Все В курсе Но Как Я Вам Рассказываю Это Было Очень Давно И Люди Не Все Знали Что Происходит Видите Вот Просто Трескается Земля И Все Обсыпается Обваливается И Обрушивается И Самое Интересное Что Даже Если Вы Покупаете Этот Дом То Потом Вам Никакая Страховая Компания Уже Его Не Застрахует А Риэлторы Как Оказалось Уже Никакой Ответственности Не Несут У Них Там Как Говорится Есть Такое Мелким Почерком Которое Никто Не Читает В Договоре Они Там Это Пишут Все Что Вот Они Не Несут Ответственности Что У Них Только Общие Такие Данные Ничего Точно Они Не Сообщают Ни О Но Здесь Конечно Еще Есть Такая Услуга Я Не Помню Как Она По Английски Называется Но Вы Специально Приглашаете Там Специалистов Которые Должны Ваш Дом Осмотреть Именно Вот На Такие Случаи Не Дай Бог Там Потрескается Земля Что Просядет Почва Какая То Или Если Вы Решитесь Купить Дом На Обрыве То Он Может Вообще У вас Рухнуть И Свалиться Вниз Ну Вот Моего Мужа Просто Как Говорится Ангел Уберег Ну Или Здравый Смысл Наверное Тоже Что Он Конечно Не Купил Этот Дом И Что Случилось С этим Домом Я Показала Вам Дом Это Не Тот Который Хотел Купить Рентон Это Просто Было У Меня Такое Видео Но Чтобы Вы Просто Имели Представлением Что Может Произойти Поэтому Во первых Ни в коем случае Нельзя Риэлторам Доверять Как мы Понимаем Уже Теперь Во вторых На нашем Острове Оказывается Вот Есть Такие Опасные Места И Муж Мой Возил Меня Я помню Мне Это Все Рассказывал И Показывал И Даже Сейчас Вам Покажу Еще Одну Историю Если Найду Хотя Нет Я Вам Есть Для Вас Еще Более Интересное Что Рассказать Ну И Также Наверное Покажу И Расскажу Вам Еще Кое Что Понравилось Ли Вам То Что Я Вам Сегодня Показала Расскажите Мне Пожалуйста Интересно Ли Вам Смотреть Вот Эти Вот Старые Фотографии Которые Я Вам Тоже Показала В Большом Количестве У Меня Еще Есть Для Вас Много Чего Если Будете Ли Вы Продолжение А На Этом Я Думаю Сегодняшний Мой Рассказ Уже Я Буду Заканчивать Всего Вам Доброго Берегите Себя Не Болейте Будьте На Позитиве Не Не Покупайте Дома На Обрыве Вот Друзья Пока Пока Всем Еще Увидимся